Садовая земляника Просто ягода пошла. Русское слово «земляника» образовалось изначально от того, что поспевает эта ягода на земле. Самая страшная напасть у земляники – это, конечно же, дрозды, которые могут, ну, как говорится, что не съем, то понадкусываю, да, если уж не полностью съедят, то попортят ягоду, а она начнет очень быстро гнить. Но если ее попортили, то там и муравьи, и слизни, и все что угодно, то есть все остальные начнут ее тоже кушать. То есть это, ну, действительно серьезная проблема, которую нужно решать, и решать ее нужно кардинально. Ленточки, диски, они не помогают, то есть здесь нужно решать проблему, ну, так вот, укрывать, прятать, то есть других вариантов здесь просто нет. Если дрозды не склюют ваше урожай, они его попортят. На ягоду сядет серая гниль, приползут насекомые, такие же любители сладкого, как и дрозды. Можно, конечно, попросить помочь детей, у которых сейчас каникулы, и они, возможно, какое-то время найдут побегать между грядками. Но скоро им это надоест. Специалисты советуют. Ягоды в период созревания нужно укрывать от дроздов, используя сетку с мелкими ячейками. Лучше укрывать под какую-нибудь опору, то есть из проволоки или из веток сделать опору, ну, дугу такую, да, и на дугу, то есть чтобы они не могли вообще добраться до них. Если просто сверху накинуть, конечно, они какую-то часть еще могут повредить, но, тем не менее, не все, да, то есть большая часть, конечно же, останется. Если укрывать ягоды тканью, то это не даст доступа к кустам пчелам и опылению, ведь часть земляники еще цветет. Кроме того, укрывная ткань не пропускает солнечный свет. Укрывать ягоды от дроздов сеткой садоводам нужно прямо сейчас, когда земляника только-только начинает зреть. Первый красный бачок уже приманивает дроздов и может лишить вас всего урожая. Сетку нужно укрыть герметично, то есть по периметру проложить, ну, чем-то, там, досками, землей, ну, обычно досками, и ограничить доступ, иначе они могут пролезти прямо под сетку. Продолжение следует...